Сахалинским предпринимателям помогают сберечь время и финансы. К 2020 году Сахалинская область должна войти в топ-30 национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. На повышение места в рейтинге ориентированы более 86 мероприятий плана быстрых побед на 2019 год. Одно из них открытие в октябре центра «Мой бизнес», объединившего все самые востребованные среди предпринимателей сервисы. Менее чем за два месяца сюда обратились около 500 предпринимателей. Минус. Бизнес начнет нести экологическую ответственность по методичке. Многие вопросы бизнесмены могут решить и благодаря созданной в регионе интернет-платформе business.sahalin.online. Заявитель регистрируется на сервисе, указывает инвестиционной организации и выбирает интересующую его тематику из 88, представленных на платформе. Тем самым направляет сообщения ответственным лицам, а затем может отследить все этапы работы со своей заявкой и в заключение получает ответ, рассказывает министр экономического развития области Алексей Успенский. В планах запуск приложения для мобильных устройств, которое объединит в себе функции календаря мероприятий с участием предпринимателей, отправки сообщений и вопросов, а также чата для обсуждения актуальных тем. Восемь разработок бизнес-сообщества вошли в проект «Эффективный регион». Они направлены на сокращение сроков регистрации юридических лиц, выдача разрешений на строительство, подключения к электросетям, а также упрощение процедуры получения мер государственной поддержки. Уже сегодня сократилось среднее время регистрации юридических лиц, подключения к электросетям и государственной регистрации прав собственности. Предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты, предоставляются налоговые льготы, инвестиционный налоговый кредит, бюджетные инвестиции и субсидии, а также государственные гарантии региона. Инвесторам частично компенсируют затраты на уплату процентов по кредитам и лизинговые платежи, строительство или реконструкция объектов инфраструктуры, капитальные вложения в объекты капстроительства, приобретение нового оборудования и автотранспорта. Также в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности без проведения торгов предоставляют земельные участки в аренду для строительства социально-культурных, коммунально-бытовых объектов, реализации масштабных инвестиционных проектов. Предпринимателям, реализующим инвестпроекты, предоставляются различные льготы и государственные гарантии региона. С 2019 года введен инвестиционный налоговый вычет в сферах добывающей и перерабатывающей промышленности, строительства и рыболовства. В регионе созданы три территории опережающего развития – Горный воздух, Курилы, Южная, где основными направлениями деятельности являются туризм, добыча и переработка рыбы и биоресурсов, сельское хозяйство. Благодаря ТОР привлечено свыше 17 миллиардов рублей инвестиций, создано более 700 рабочих мест. Общий объем планируемых вложений до 2026 года составит около 46 миллиардов рублей, будет создано более 3200 рабочих мест. На территории Корсаковского и Углегорского городских округов распространен режим «Свободный порт Владивосток». Статус его резидентов уже получили 26 компаний-инвесторов. Общая сумма привлеченных инвестиций до 2026 года должна составить 13 миллиардов рублей с созданием более 1000 новых рабочих мест. Минус. Вице-премьер Юрий Трутнев запустил Сахалинскую ГРЭС-2. Основными векторами развития островной экономики в ближайшие годы станут туризм, добыча и переработка биоресурсов, создание производств высоких технологий. В сфере туризма внимание будет сосредоточено на повышении качества сервиса, развитии инфраструктуры ресторанного и гостиничного бизнеса, создании современных рекреационно-оздоровительных курортов, отметил Алексей Успенский. Планируется сделать ставку на экологический и горнолыжный туризм, развитую инфраструктуру, цифровые технологии и платформенные, основанные на онлайн-системах, решения. Перед отраслями, связанными с добычей и переработкой биоресурсов, поставлены задачи полностью обеспечить внутренний рынок рыбой и морепродуктами, создать сеть рынков, куда напрямую пойдет продукция от рыбаков, наладить прозрачный экспорт биоресурсов и переработанной продукции. Есть также планы по созданию высокотехнологичного фармацевтического производства препаратов на основе водных биоресурсов. Новой точкой роста может стать инвестиционный проект «Марикультура». Он предполагает использование мелководья островного региона для разведения гребешка, трепанга, устриц, мидий, морского ежа, ламинарии. Новой точкой роста может стать инвестпроект «Марикультура». Срок реализации проекта 2020-2029 годы. Общая сумма инвестиций, необходимая для вывода на плановую мощность – 500 миллиардов рублей, из которых 400 миллиардов рублей частной финансы. Для его реализации необходимо преодолеть ряд административных барьеров, внести изменения в нормативно-правовую базу, построить соответствующую береговую инфраструктуру. Воловая выручка после выхода на проектную мощность может составить около 422 миллиардов рублей в год. При этом будет создано 2300 новых рабочих мест. Южный Сахалинск начинает превращаться в умный город. Ключевой инвестиционный проект в электроэнергетике строительства инфраструктуры Сахалинской ГРЭС-2. Недавно введена в эксплуатацию первая очередь станции мощностью 120 мегаватт, что почти в полтора раза больше той, что выдавала старая ГРЭС, которую заменили новым объектом. Общий объем инвестиций в Сахалинскую ГРЭС-2 более 40 миллиардов рублей. Плановый эффект от реализации проекта до 2027 года 432 новых рабочих места, прирост налоговых поступлений на 8 миллиардов рублей плюс вклад в РП 31 миллиард рублей. Кроме того, резервные мощности позволят создать основу для развития новых проектов, в том числе и инвестиционных. Экономика бизнес-филиалы РГ Дальний Восток ТФО Сахалинская область.